Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге Великие Музеи Мира Жозеф Ноэль Паттон. Сора Аберона и Титании. 1849 год. Ховст Масла. 99 на 152. Шотландский живописец Жозеф Ноэль Паттон создавал произведения на религиозные, мифологические, аллегорические, исторические и литературные сюжеты. Образование он получил в Королевской Академии Искусств в Лондоне. Его произведения отличают тонкий рисунок, тщательность письма и проработку многочисленных деталей. Лишены они и некоторых интонаций сентиментализма. Данное полотно одно из лучших произведений мастера. Его главными героями являются король и королева феи. Их образы были использованы Уильям Шекспиром в комедии «Сон в летнюю ночь». Сцену из этой пьесы и изобразил Паттон. В лесу недалеко от Афина Берон и его жена Титания поссорились из-за усыновления ее дитя. Он на нее сбешен, разгневан, страх из-за ребенка, что при ней в пожарах, похищенного индийского султана. Она балует, рядит мобчугана, а Аберон, ревнивец, хочет взять его себе, чтобы с ним в лесах блуждать. Царица же всю радость видит в нем, не отдает с тех пор лишь над ручьем, на озаренной светом звезд полярки, они сойдутся вмиг за перебранки. Это так, что эльфы все со страху прочь, залезут в желудь и дрожат всю ночь. В центре композиции Паттон представил царственную чету в окружении огромного числа озаренных эльфов. Они веселятся, гоняются друг за другом, беседуют, охотятся за насекомыми, поют песни. Очаровательный малыш с венком на голове прячется за тонкий изящный стан Титании. Он лукаво смотрит на Аберона, словно дразня его. Колорит многофигурной картины строится на большом количестве оттенков, среди которых доминируют белые, розовые, золотые и зеленые. Именно благодаря этим красочным акцентам полотно приобретает цельность. Вот такое описание к работе Жозефа Ноэль Паттона «Сора Аберона и Титании» я нашел в книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok